приветствую всех подписчиков моих кто следит вот за моими поделками тут связанные с индукционным нагревом но я вот предыдущие видео если тоже смотрите там по гидропонике у меня было то я говорил что у меня тут это проблема были опять с компьютером следили винды и пришлось там все переустанавливать и часть материала пропала вот тут повозился тоже долго но вроде все восстановил вот поэтому вот меня так долго не было и ничего не показывал и особое не было даже времени тут чем-то заниматься там этим паянием вот там программа опять все переустанавливал но вот так такая заморочка была тут потому что у нас проблемы с электричеством тут такие большие вот скакала скакала напряжение и в результате у меня там все слетело и все вот но теперь вот восстановил все сразу сделал быстренько образ чтобы если вдруг что-то будет чтобы сразу все это можно было бы быстро восстановить извините вот и продолжить но смотрите что я хочу в этом видео показать собрал я наконец вот свой сварочник вот это то что ты в предыдущем видео я показывал вот я тут его доделывал докидывал в этом видео я там покажу какие индуктора я на нем вот пробую пробую сделать и вот какого размера и как как что я их мотаю вот как ну как прикидываю по по размеру вот типа такого небольшого расчётика ну и соответственно в каких тигелях я это все планирую плавить там алюминий и латунь но иметь вот так вот серебра у меня столько нет поэтому под серебро это надо графитовые тигли а тут я решил все таки попробовать железные тигри такие нашел толстые трубы такие толстостенные и приварил к ним донышки но ты пробовал их разогревать принципе вроде как все нормально ну вот значит тут я сейчас быстренько расскажу покажу плюс еще тут у меня идейка появилась в этом же варианте что оказывается можно подключить непосредственно не отключая индуктор а сразу какие-то два устройства подключить один но поскольку вот кто смотрел мои видео там меня два вывода получается который идет на индуктор вот основной такой греет и который высоковольтная переменка ну так так сделано вот и оказывается что можно подключить одновременно и туда и туда если это в частотах развести у одного индуктора резонанс на более высоких частотах а у другого на более низких и все это нормально работает не надо отключать ни одно ни другое но это я все покажу расскажу там дальше смотрите но и в конце покажу как разогревается железный тигель вот достаточно нормально разогревается я думаю что для меди алюминия это все и для латуни бронзы там это все сгодится но и начинаю делать на улице там где-то место себе выделяю чтобы вот попробовать такую пробную плавку сделать этого всего вот чтобы сейчас пока все пробую в доме но в доме как-то это так опасненько получается но вот мне только тестировал больше сам аппарат ну вот смотрите и кому интересно ну так пролистывайте если не интересно вот ну вот такие дела продолжая с микро и тоже думаю параллельно основываясь на том что вот я получил вот на этом аппарате но микро конечно будет послабее не знаю потянет она такие индуктора вот которые в этом видео я покажу или нет но в принципе для каких-то более мелких работ я думаю микро будет тоже нормально работать ну смотрите что у меня получилось значит так рассказывают намотал я три индуктора вот такой вот индуктор маленький диаметр 70 ну трубки я вот впаиваю медью пропаиваю для охлаждения вот сюда вот так ну и тут а тут концы просто расплющиваю и вот сюда вот они вот прикручиваются латунными гайками вот так вот вот такие сменные сменные такие вот эти индуктора но это под мелочевку под какую-то под маленький тегеречек либо ну пруд там 12-20 миллиметров в диаметре разогреть разогнуть отпустить ну вот до таких вещей так это вот этот такой вот этот индуктор вот я намотал он вот такой как бы основной у меня который я рассчитывал подплавку как раз и пустить у него здесь 6 витков диаметр намотки 110 миллиметров вот соответственно во внутрь можно вставить 80 миллиметров диаметр внутри но это вот обмазано асбестом все вот вот такой индуктор до который для плавка алюминия и латунья вот еще намотал вот такой вот совсем большой индуктор вот он но поскольку мотай стоит двух с половиной метров трубы соответственно диаметр большой витков всего получилось 4 но чтобы на ту же частоту выйти вот 150 диаметр вот это тоже дополнительные вот я думал под алюминий если плавку алюминий если какой-то большой тигель сейчас вот я еще пару слов про тигеля скажу а потом вот так вот уже по ходу работы как чё работает все буду показывает вот значит вот под этот индуктор у меня вот сделан вот такой тигель из двух дюймовой трубы у нее стенка 3 миллиметра донышко я приварил ручку приварил вот я но он такой весь обожженный я просто тут раскаливал когда пробовал вот тестировал все это дело вот сюда реально вот так вот если вот расплавить вот столько металла ну примерно вот так не совсем до верха 250 кубических сантиметров помещается ну если алюминий то конечно это маловато а вот а под латунь медь в принципе такого количества достаточно вот и в принципе разогревается он нормально но я потом там дальше в видео покажу как я его разогреваю ну вот он сюда вот встает вот так вот нормально и сверху еще закрывается тоже асбестовой крышечкой такой и отлично все греется замечательно вот я тут просто попробовал ну совсем чуть-чуть вот когда тестировал сейчас вот покажу вам это вот такая такая вещь ну я я туда просто кидал смотрел вот или алюминий вот он легко расплавился вообще вообще без проблем вот это алюминий сам я его просто в воду вылил он такими крапочками вот застыл а это вот шлак то то что на буру там это все вот с него шлак я снимал вот в принципе алюминий очень быстро плавится вот я думаю что даже объем такой 250 кубических сантиметров будет нормально плавится вот хотелось бы конечно побольше но буду там дальше думать что-то наверно получится а так у меня есть еще труба вот немножко поменьше вот она в диаметре у той внутренний диаметр 50 у этой внутренний диаметр 40 вот тоже туда входит тоже можно сделать нормальный тегелек такой длинный вот и тоже будет нормально греться 3 миллиметра толщина стенки но тут сталь по потверже то-то-то мягкая труба вот его это из вот это вот ну чтобы графитовые тегеля не жечь просто очень жалко графит вот на эту вот на ну да дорого просто алюминий плавить и латунь графитовых как-то вот ну с другой стороны я скажу что вот такой вот тигель вот но он вот по размеру большой тоже вот вот туда нормально входят это лужский тигель недорогой и нагревается тоже очень хорошо поэтому вот проблем не возникает они вот дешево они прессованные тегеля ну это если что-то там вдруг где-то там какое-то серебро плавить или что-то такое то конечно лучше его это в графитовом плавить вот а все остальное можно наверное в железных вот и еще я попробовал сейчас покажу вот такая чугунистая труба у меня диаметр у нее сотка сотка 4 миллиметра толщина в принципе греется нормально так вот ну металл но тоже электроды были тонкие там двоечкой никак даже не приварить кое-как тут дно приварил вот ну вообще это электрод плавится не проваривает железо ну чем было варил но это чисто на пробу вот здесь вот у меня получается литр помещается вот литр бы как раз было бы под алюминий мне достаточно вот для моих задумок вот под него я этот индуктор вот и делал ну можно чуть витки подрастянуть в принципе я пробовал греет я его вот ну без теплоизоляции вот без такой нагревал где-то до 800 градусов я его нагревал он нагревается вот если я думаю что его хорошо теплоизолировать если не будет просадок по электричеству ну у меня тут меньше 200 вольт обычно как поэтому и мощность падает а было бы 220 то я думаю что он бы нормально вот точно и под латунь бы может пошел но под алюминий я думаю что вот этим индуктором ну чуть подольше погреть но разогреть его можно будет нормально но это я тоже буду потом пробовать когда уже ну пробовать там что-то отливать и плавить вот это вот такие задумки ну вот поэтому вот такой большой индуктор я намотал вот ну теперь два как бы заодно отвечу на вопрос вот люди спрашивают как вот рассчитать индуктор ну я беру я уже всем объяснял и не в первом видео что я беру два с половиной метра трубки вот мотаю и вот эти вот куски у меня уходят на отводы как бы остальное на витки ну здесь поменьше ну чтобы целиковые витки намотались и какой то вот там двадцать пятнадцать сантиметров остаются вот эти и тогда нормально вот в чистоту с тем конденсатором который стоит вот там три шесть в данном случае у меня четыре и три я на пониже частоту перешел где-то на сорока килогерцах у меня тут все это работает но я просто пробую пока ну и получается что чем больше диаметр мотаешь из двух с половиной метров трубки получается ну соответственно меньше витков а индуктивность примерно такая же и примерно резонанс на той же частоте ну так чтобы вот не считать ничего не пересчитывать я для себя так прикидываю беру просто тупо два с половиной метра трубки и мотаю нужный диаметр если вот маленький допустим диаметр то витков будет больше и соответственно вот и измотается он здесь вот но тут такое надо еще учитывать вот размер допустим тигля и размер индуктора вот значит диаметр индуктора должен быть в 1,8 в два раза больше чем диаметр вот этого вот самого тигля ну тигля или это какая-то железка там вот здесь вот видите тут для такого нужно было где-то ну 19 в диаметре делать но это было бы три витка и тут ну нечем было бы греть вот тогда бы он грел посильнее а так ситуация такая сейчас вот объясню сейчас это уберу вот покажу вот на этом да этот вот 110 110 у него в диаметр и вот это вот 60 в диаметре труба и вот это отличное согласование получается индуктора что и ток нормальная на него идет нагрузка нормальная и резонанс не проседает если допустим сделать диаметр нагрузки больше как вот в том варианте вот когда большой сейчас только что показывал вам тигель то то просядет амплитуда резонанса и все он как бы греть не будет он как бы просядет и мощности не будет и греть не будет а если взять меньше допустим там диаметр маленький совсем сюда вставить то будет греться сам индуктор сильно но потому что амплитуда сильно возрастет а отдавать то энергию то некуда и все это все пойдет на конденсаторы и сам индуктор соответственно вот оптимально если ну то я по своему уже опыту где-то в 1,8 раза вот так ну плюс-минус но я считаю иногда когда я так подгоняю то от полутора допустим полтора раза и до двух раз вот ну получается если допустим диаметр железяки там у меня ну 50 да то нормально будет если будет диаметр индуктора там 90-100 тогда он будет нормально вот работать и нормально отдавать вот энергию вот сюда и будет не сильно греться индуктор вот ну вот так просто на эту тему вопросов много задают я вот так вот кратенько пробежался ну наверное понятно потому что тут последовательный резонанс ну и соответственно работаем на резонансе и вот это вот вносимая деталь туда даже если здесь частоту выставить она очень сильно влияет на сам индуктор соответственно амплитуда если смотреть вот на осциллографе то если вот большую железку туда засунешь то все и вот амплитуда просядет совсем она такой волной будет ну и от греть совершенно не будет а если поменьше поставишь диаметр амплитуда высокая там напряжение высокое токи хорошие сразу и нормально начинает греться быстро вот эта деталь ну вот так поэтому нужно иметь как-то вот несколько индукторов но вот в первых вариантах вот там все ссылки есть у меня внизу на мои то что я делал показывал я такими соединял обжимными фитингами но они дорого сейчас не купить но вот я вот решил вот перейти вот на такие мне даже кажется что так наверное и практичнее а главное что дешевле вот и снять быстро открутил и всегда зачистить контакт здесь можно когда прикручиваешь ну и трубки эти припаять это тоже там пять минут работы вот горелочкой разогреваешь и медным припоем раз она моментально это припаивается и все это хорошо держится вот и шестерочки вполне достаточно чтобы охлаждать если туда пустить вот воду и нормально все это работает но теперь еще хочу рассказать вот я в своих вариантах я показывал как делал что вот ну вот выводил на внешний блок высоковольтную обмотку ну полностью оттуда я вот показывал про этот что внутри я сделал я просто на основной трансформатор докинул два витка элисандрада хорошего и вот вывел сюда а ту обмотку которая там была там десять витков вот она выведена сюда переменка вот и что я еще подумал проверил это тоже вот нормально получилось я вот сейчас там вот сначала расскажу а потом я вам покажу если вот это я тоже показывал я мотал ну чисто тестовую такую плоскую катушку для разных вещей вот значит чистота у меня вот здесь от 36 и до 56 меняется такое вот я сделал себе ну мне так удобнее вот и индуктора и там под конденсатор я подрассчитал вот на такой на такую чистоту сделал да значит здесь 36 вот здесь вот 56 работает вот этот индуктор где-то на частоте в районе 50 килогерц вот а вот эту плоскую катушку я вот подобрал конденсаторы 0.4 микрофарада ну тут последовательно параллельно и вот она у меня на 36 килогерц рассчитанным вот и я решил проверить как раз можно ли включать одновременно потому что как-то заморачиваться снимать вот индуктор каждый раз когда вот сюда что-то будешь подключать мне показалось что это как-то но не очень удобно вот а тут попробовал и смотрю получилось когда на разных частотах то когда вот эта плоская работает на своей частоте вот это фактически ничего не потребляет и ну там в ней наверное ватт 100 вот так ну она холодная стоит фактически это нюанс зато это работает на все там 3 киловатта вот а если переводишь частоту резонанс этой катушки то у это уходит где-то на 100 ватт а вот это переходит на 3 киловатта вот и получается что можно не снимая и это как-то использовать вот для литья я подумал что допустим тут вот ставишь и греешь тигель расплавилась потом нужно форму подогреть на плоской сюда я потом спаяю такой лоток железный как бы сварю вот там можно будет форму подогреть соответственно пока это греется чуть-чуть перевел сюда греется форма а потом выливаешь и все с одного вот этого аппарата я думаю что так будет логичней вот сейчас вот я вот включу вот эту катушку и покажу как это работает ну вот вообще этот пустой вот индуктор вообще так вот если вот в резонанс вот пустой индуктор выводить в резонанс нельзя потому что очень высоко амплитуда возрастает резонанса и могут полететь транзисторы обязательно там должна быть деталь но вот в таком варианте когда на разных частотах когда плоско это работает на 36 то это очень далеко от резонанса и в таком варианте даже можно без без детали использовать вот смотрите я вот поставил вот ну с водой вот эту чашечку да вот вот это у меня тумблер я уже рассказывал предыдущем видео но это вместо педали вот так как бы педаль отжата ну он как бы включится вот но мощности не даст он мощный даст когда включишь вот этот тумблер а так будут работать вентиляторы вот я тоже объяснял там как и почему я это сделал и куда подключил в предыдущем видео можно посмотреть кто не видел вот ну а это плавная вот регулировка скважности ну вот смотрите вот сейчас вот включен вот этот без нагрузки и резонанс вот на этой катушке на плоской ну вот стоит эта лоханочка вот и ну это с учетом косинуса фи смотреть потребление сейчас 66 ватт вот ну включаю вот загорелась зеленая там не знаю видно не видно да вот и скважность подымаю тем самым мощность возрастает там вот 220 ватт плавненько вот киловатт 100 вот 2 киловатта и вот 2 киловатта 100 ну напряжение видите как бы у меня 200 ватт всего ну все там вот она начинает сейчас буйкать там сразу если это вот с учетом косинуса фи если переключиться на косинус фи 0.85 получилось то если вот просто напряжение на ток 2 киловатта 700 вот она видите при этом вот это все холодное вообще и не отключается вот закипело все и плавненько можно скважностью вывести вплоть до ну вот до 100 ватт ну это если с учетом косинуса фи а так 70 ватт если вот еще там 0.8 0.7 косинус фи ну вот плавная регулировка вот это вот и можно плавненько высадить при этом вот это вообще не отключается и вроде как так наверное удобно но я еще буду думать дальше как это все применить поскольку это для себя делаю как мне удобнее я вот так вот буду ну и все вам покажу расскажу а там уже каждый если что-то будет пытаться так же повторить вот там то там под себя может как-то отстроить что-то изменить ну саму идею я показываю что так так это тоже работает это на 36 килогерцах вот вот а теперь смотрите я ну для удобства наверное я вот труба это это у меня которая 50 в диаметре вот туда поставлю вот и значит сейчас я что буду делать сейчас я частотой вот этой в резонанс выведу вот тот контур это будет понятно по вот 12 13 14 16 17 ну большие просадки у меня тут ну а остановлюсь ладно чтоб не это не мучить тут свои это у меня сейчас через это удлинитель длинный ну 14 ампер вот там греет вот щелкает да при этом и это видите греет фактически можно использовать как раз эту штуку для подогрева подогрева формы вот параллельно греть можно как бы увести больше в эту сторону ну это начинает сильней бурлить как бы либо увести в ту сторону тоже та будет сильнее греть тот индуктор ну вот 16 ампер но при этом когда это вот снимаешь топ падает все фактически работает только тот эта индуктивность изменилась сильно и она вообще ушла от резонанса ее можно оставить снятую вот когда ставишь токи опять возрастает она тоже будет опять начинать подогреваться но это ват наверное там 200 вот сколько там я не знаю вот сейчас вот 300 вот в принципе это все не очень сильно греется ну вот то что я хотел показать рассказать если ну как то непонятно я рассказал ну не знаю вроде все понятно вот это как будто педаль я пока не вывел там ее вот когда педаль нажимается все мощность отключается когда педаль ну отпускается ну либо там можно это регулятор температурный сюда же посадить термодатчик он будет включать вот на мощность включил подогрел на мощность выключил и все при этом транзисторы не так греются это уже горячий не взять и вот ну получается что все ну вот 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 так вот этот вариант вот что можно подключать два каких-то две функции если на разных частотах я еще там в одном видео показывал что я на на это же переменное подключал вот эту ванну делал которая ультразвуковую и тоже подключал ее сюда так что тоже ее можно параллельно будет сюда включить ну получается более-менее так универсально вот пока ну а там дальше посмотрим ну там все холодное оттуда дует нагрузка тут для него это никакая вот эта труба из которой сделана это двухдюймовая оцинкованная труба вот кусок такой взят и ну довольно толстый слой цинка пока он обгорел тоже он тоже весь вот шлак пошел вот ну и все теперь можно уже пробовать что-то плавить я потом подсоберу вот и пробовал подключать охлаждение вот на все индуктора вот у меня еще такой вот поменьше индуктор я для него сделал семерка в диаметре но это под маленькие тегелечки ну если железку какую-то разогреть согнуть вот маленький индуктор вот получается три индуктора вот у меня вот этот 15 в диаметре вот ну нормально все на этих же вот режимах где-то вот два с половиной киловатта нормально все работает и и греет вполне меня это устраивает поскольку у меня тут напряжение видите это вот фактически ну с коротким удлинителем подключено что на удлинителе просадки нет он тут двухметровый удлинитель с хорошего провода ну вот такое напряжение и при этом нормально все равно все греется вот так что я доволен как получилось вот так вот этот пустой тигр он у меня просто вот греется проверяется как вот эта обмазка вот это из этого из азбеска ну и все и воду ну когда воду пускаешь тогда мощность прибавляется просто когда нагревается трубка у нее сопротивление возрастает внутреннее свое и добротность контура хуже становится а так вот если когда вода по нему протекает то лучше все это работает ну вот пока так плавить уже буду в следующий раз подберу место сделаю на улице потому что дома на деревянном полу конечно этим заниматься очень все опасно вот ну на видео здесь вот цвет такой желто-белый да вот этого на самом деле это такой ярко-оранжевый цвет вот этой трубы фактически где-то там 1100-1200 градусов разогревается вот ну если подольше подержать я думаю что нагреется и больше но в принципе мне вот таких для латуни и для меди будет вполне достаточно просто для алюминия нужно бы конечно побольше объем вот этого конечно 250 миллилитров маловато чтобы если что-то отлить какую-то деталь приличную то вот я то думал что вот может быть вот мне литрового вот такого тигля вполне бы хватило под алюминий ну вот посмотрю не знаю потянет не потянет алюминий вот такой такой тигель потому что ну уж больно алюминий температура емкий такой металл ну не знаю но посмотрю это все дело в практике тоже я литьем то особо не занимался вот хочу нормально его освоить это литье под это я все это вот эти инвертора и затевал все эти конструкции свои то что я вам показывал именно под литье вот ну пока так так что графит вообще хорошо работают даже вот лужские дешевые графит ну графит выгорает я почему я вот графитовый тигель это если уж вдруг когда-то там какое-то ну серебро расплавить ну вот а для латуни и алюминия я думаю что нет смысла сжечь графитовые тигли которые достаточно дорогие если вот он точеный ну вот эти прессованные они дешевле но и прессованные греются похуже ну нисколько похуже они дольше просто греются пока он разогреется весь и он такой сыпется вот выгорает тоже быстро но тут надо подходить из вопроса тоже цена и качество смотря сколько плавить смотря чем вот если я займусь нормально там будет уже все остальное подкорректирую пока все нормально работает меня это все устраивает так что можно нормально из трубы делать нормально вот тигелечки вот и в принципе будет вроде как нормально плавится вот еще раз выключаю ну вот ну вот падает сразу это ток ну и мощность ну вентиляторы только работают фактически и все ну теплый воздух конечно идет но потому что это уже после точки кюри греется тигель он железный а после точки кюри в принципе большая реактивка идет обратно туда и транзистором там плоховато поэтому поэтому я вот большие токи стараюсь вот 10-12 ампер нормально это все и работает можно поставить там и 15-16 но тогда перегреваются транзисторы ну зато если так вот скачком надо быстренько нагреть можно вот добавить ну вот пока так работает ну потом я эти же индуктора проверю на микре если микро потянет пусть даже не так мощно но дольше будет просто греть но она маленькая удобная может быть можно есть сомнения что с такими большими индукторами это 110 в диаметре и тут у меня 6 витков микро вытянет ну а так пока все нормально вот опять показывают включаю сразу напряжение просело 13 ампер и 2,6 киловатта вот ну вот так работает так что вот это включать выключать как раз сюда можно реле автоматику какую-то вот для поддержания как раз температуры какого-то температурного режима тогда это все может работать очень долго потому что ну транзисторы будут постоянно это не выключается сварочник как обычно а вентиляторы работают радиаторы охлаждаются соответственно транзисторы охлаждаются потом опять включилась как бы опять все это ну и в таком импульсном режиме уже может работать долго в принципе можно допустим поставить ну вот сколько тут сейчас сейчас попробую частотой вот 13 ампер ну 13 ампер когда там вот разогрето сильно вот в таком режиме можно допустим вот она выключилась там поохлаждалась допустим минутку и опять включилась там на 2-3 минуты и опять выключилась включилась тогда он будет работать долго и температуру нормальной там в районе там 1200 градусов держать и будет нормально конечно вот все у меня тут еще спрашивают возможно ли там плавить сталь я не знаю но сталь навряд ли как бы получится все таки 2,5-3 киловатт мало для стали вот чтобы расплавить а вот это я еще хотел попробовать стекло расплавить ну мне просто интересно тут этим позаниматься вот потому что уже если честно то поднадоело вот этими инверторами все тут это дорабатывать улучшать паять перепаивать как-то надо чем-то другим заняться чуть-чуть ну а так если будут вопросы пишите спрашивайте я вот потому что делал и показывал я объясню вот специально я не занимаюсь изготовлением этих всех печек это я делаю для себя и вот так вот сам параллельно это все пытаясь как-то доработать улучшить вот если кому-то интересно то я расскажу подскажу вот что и как я делал ну чтоб это на какие-то мои ошибки и не повторять вот я поэтому и показываю видео только то вот что когда вот я уже сам протестировал посмотрел все работает я тогда показываю иначе вот эти все промежуточные потому что есть удачные варианты есть неудачные вот ну чё что показывает если вот что-то не работает поэтому имеет смысл показывать только то что возможно вот ну повторить и использовать как-то для себя ну это с моей точки зрения вот какие-то такие вещи которые нереально повторить и нет смысла их показывать если только для поднятия какого-то самоавторитета вот видите на 13 амперах вот перегрев ушли транзисторы вот загорелся этот светодиод но это равносильно как вот этот педаль выключена вот отключилась генерацию там но это я на 13 ампер на 10 он не перегреваются транзисторы просто это уже очень сильно разогрелось но в принципе вот он получается что 1200 градусов там сейчас точно есть и если вот она вот так сама в режиме перегрева будет работать то вот она 1200 градусов будет держать вот сама вот ну периодически уходя в защиту транзисторов по перегреву вот там не не успеет остыть вот где-то там минуту она вот так это минута-полторы будет остужаться транзистор а потом включится опять на полную мощность ну вот так ну а если не мучить транзисторы то 10 ампер выставить вот 10 ампер стандартно вот она будет нормально греть тихонечко и не будет выключаться ну вот пока такие мои успехи вот ну с микро вот занимаюсь с микро я еще не понял какой вариант лучше сделать и вам показать я поэтому вот ее все верчу кручу в руках эту микро и ну непонятно она очень маленький корпус во внутрь ничего не запихать надо что-то выносить и ну не придумал я еще как ее лучше вот сделать и показать но все равно я над этим вопросом работаю вот но если интересно вот видите погасла лампочка опять 13 ампер и 2 киловатта 700 и вот она пошла опять это ну и в таком режиме она вот может работать очень долго сама как бы регулироваться она не успела остыть она горячая вот для латуни нормально и для алюминия для алюминия это совершенно точно но все выключаю вот выключаю и выключаю добавил туда во внутрь еще электролитов сколько там два электролита по 680 микрофарад вот в общей сложности у меня теперь там стало три ну три с половиной тысячи микрофарад ну как раз на три три с половиной киловатта вот а иначе при моих просадках напряжения ну хиловато как бы а так вот самое то но видите вот сколько грея по идее ну горячий да шипит но это я все без воды воду и не включал в принципе это все терпит вот ну а с водой это вообще замечательно тогда разъемы вот эти будут холодные как бы ну а так они где-то градусов сто там сто двадцать может быть вот так нагреваются ну это не критично так друзья ну вот и вот и все что хотел показать вот не знаю длинно получилось ну так сумбурно вот потому что тут между делом ну на даче тут дел полно то траву косить то то одно то другое там еще бассейн выкупал вот я в этом видео где про гидропонику рассказывал там показывал этот небольшой водоемчик и запустил водораков хочу посмотреть как они там будут они вообще там зиму перезимуют не перезимуют ну просто так ну и тоже этим был занят пока тут не работал компьютер не было интернета ну сейчас тут продолжат свои паяния и изыскания ну вот все ну пока я думаю что теперь я почаще буду что-то показывать вроде как тут все налаживается процесс вот подписывайтесь смотрите кому нравится пишите спрашивайте ну такая просьба что если допустим в комментариях какие-то серьезные такие вопросы я просто могу не увидеть я не сижу постоянно в интернете я так захожу иногда там просто посмотреть а комментарии идут они по числам и комментарии под комментариям я частенько их просто не вижу просто не нахожу что подвидеть если какой-то нужный от меня такой развернутый ответ то лучше на e-mail пишите ну на почту там адрес есть под видео если как бы кратенько что-то буквально там вопрос ответ такой вот правильно неправильно так не так то можно в телеграм там тоже это в телеграме я быстрее отвечу но как бы отвечать как-то развернуто длинно я там не буду просто времени сейчас не хватает ну очень много пишут и спрашивают у меня просто на свои дела времени не остается я не знаю как организовать процесс этот вот дальнейший но вот просто хочется тоже ответить всем и народ ждет а почта я просто вот выделяется у меня денек там или полденька я сажусь туда и начинаю так вот основательно там на почту отвечать вот и там вопрос как раз перед глазами там сразу можно много запнуть вопросов и я на это дело отвечу вот телеграм это только так если вот что-то делаете и сомневаетесь то можете спросить я вам вот скажу как я делал и что у меня тут получалось а вот развернуто лучше по почте ну а в комментариях это чисто так вот буквально кому-то могу ответить кому-то могу не ответить там абсолютно у меня я частенько просто пропускаю иной раз хочу помню что был такой вопрос и не могу найти этот комментарий чтобы человеку ответить ну вот всем пока подписывайтесь кому нравится ставьте лайки следите за каналом вот всем пока удачи не болейте вроде как коронавирус заканчивается но пока 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 пока